В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 13 школ Ленинского городского округа приняли 40 детей с Донецкой и Луганской народных республик. Все обязательно будет хорошо. Вы просто в это верьте. Сердечно-сосудистые заболевания после перенесенного коронавируса. На что обратить внимание? Сейчас существует много хороших современных препаратов, которые продлевают жизнь пациента, затормаживают развитие сердечной недостаточности. У кинотеатра «Искра» вновь открылась ярмарка. Цветную капусту, брокколи, кабачки. Хорошо. Вот это все хорошо идет. Огурчики. Представители администрации муниципалитета и члены партии «Единая Россия» встретились с детьми из Донецкой и Луганской народных республик. В настоящий момент 13 школ Ленинского округа приняли 40 ребят, и это число будет увеличиваться. Встречи с детьми-беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, которые теперь учатся в Ленинском округе, прошли в нескольких образовательных учреждениях муниципалитета. Сначала представители администрации и члены партии «Единая Россия» посетили Лопатинскую школу, где пообщались с новыми учениками. И у вас там, на вашей родине, все будет хорошо. Будет мир, и вы сможете вернуться, и все друзья соберутся, и одноплазники, и близкие взрослые, родственники. Все будут вместе. Все обязательно будет хорошо. Вы просто в это верите. Даже для взрослых людей эвакуация из зоны военных действий – это большой стресс. А для детей тем более. Задача, которую поставило перед собой руководство округа – обеспечить для ребят комфортные условия пребывания и всяческую поддержку. Семьи беженцев постепенно осваиваются на новом месте. У меня мама, гражданка России тоже. У нее нет российского паспорта при себе, но у нее тут живет мама. Мы со всей семьей приехали к маминой маме. У нас все хорошо. И я хочу передать привет бабушке, дедушке из моего родного города и моей любимой собаке Пули. Партия «Единая Россия» подготовила детям подарки в виде наборов школьных принадлежностей, которые обязательно пригодятся в учебе. Встречи также прошли в бутовских школах номер 1 и 2. Мальчики и девочки активно вливаются в новые коллективы и планируют заняться дополнительным спортивным и творческим образованием. А чтобы ребята более тесно познакомились друг с другом по инициативе «Единой России», для них запланированы совместные мероприятия. Мы организуем в ближайшие дни экскурсию и покажем им все достопримечательности нашего города, чтобы они узнали город и полюбили его так, как любим его мы. По всем бытовым вопросам, возникшим у семей беженцев, они могут обращаться в администрацию округа. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Медики Ленинского городского округа отмечают некоторую стабилизацию заболеваемости COVID-19. Но на прием к специалистам продолжают активно обращаться пациенты с осложнениями после перенесенной инфекции. Одним из них является обострение сердечно-сосудистых заболеваний. На какие симптомы обращать особое внимание и что делать, если они возникнут, в репортаже Галины Житковой. С каждым годом продолжает расти число пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Кардиологи рекомендуют не ждать тяжелых последствий, а вовремя обнаружить проблему и начать лечение. Для этого в взрослой поликлинике уже около двух лет работает кабинет хронической сердечной недостаточности. Медицина в последнее время совершает большие прорывы в плане диагностики, лечения заболеваний. Продолжительность жизни увеличивается население и, соответственно, пополняется количество больных сердечной недостаточностью. Сейчас существует много хороших современных препаратов, которые продлевают жизнь пациента, затормаживают развитие сердечной недостаточности, улучшают качество жизни. Снижение насосной функции сердца возникает на фоне ишемической болезни или перенесенного инфаркта миокарда. Также причиной может стать течение гипертонической болезни, сахарный диабет, пороки, нарушение ритма сердца, осложнение после COVID-19. Проводим отбор пациентов, кто нуждается в проведении ресинхронизирующей терапии, установке кардиовертер-дефибриллятора или проведении радиочастотной аблации при нарушениях ритма сердца, допустим. И, конечно, в тяжелых случаях мы ставим пациента в очередь на трансплантацию сердца. Здесь мы работаем с институтом Шумакова. Галина Турба работает воспитателем в детском саду «Колобок». Отмечает, что после того, как переболела новой коронавирусной инфекцией, стала чувствовать себя неважно. А в ее профессии нет времени на хандру и уныние. Поэтому пришла к доктору, чтобы скорректировать лечение. Повышается давление, отдышка. Ну, я считаю, что это отдышка, наверное, после перенесенного заболевания ковида. Раньше это усталость. Нет той быстроты, которой бы хотелось. Со временем все это вернется в норму. Надо себя держать на контроле. Надо почаще приходить к доктору. Потому что сейчас медицина с каждым годом совершенствуется. Может быть, что-то новое, какие-то препараты. Сейчас в кабинете хронической сердечной недостаточности на учете состоят порядка 780 человек. Но доктора готовы к тому, что скоро это число значительно увеличится. Ведь на прием к терапевтам постоянно записываются пациенты с тревожными для кардиологов симптомами. Отдышка, сердцебиение, утомляемость. Галина Житко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно-ТВ. В рамках месячника весна приходит ко всем. В учебных заведениях муниципалитета организуется ряд мероприятий. Их цель – рассказать ребятам о том, что, несмотря на разницу национальности, языков и менталитета, россияне являются единым народом. «Мы разные, мы вместе» – урок под таким названием прошел в Лопатинской средней школе. За 25 лет работы в школе Наталья Булетова привыкла объяснять ребятам даже самые сложные вещи и явления простыми словами. Но предмет сегодняшнего урока, который называется «Мы разные, мы вместе» – случай особый. А потому вначале его голос звучит медленно и даже отчасти медитативно. Насколько разнообразен наш мир, наверное, вы никогда об этом не задумывались и не представляли. «Мы все с вами разные, мы взрослые, а вы дети – русые, рыжие, светлые. Все мы должны понимать друг друга. Существует очень красивое слово – толерантность. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а что это?» Надо признать, что немногие взрослые знают определение слова «толерантность» – термина, обозначающего терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. А вот такие понятия, как любовь, дружба, сострадание и первоклашкам уже близки. Глядя мультфильм «Гадкий утенок», их сердце на стороне того, кого все считают уродцем. «Скажите мне, смейте, надо мной». Не случайно этот урок терпимости к тем, кто отличается от тебя, проводится именно в Лопатинской школе. Здесь учатся дети самых разных национальностей. Русские, таджики, армяне, азербайджанцы, украинцы. Есть даже дети из Таиланда, Доминиканы и Египта. Не является исключением и многонациональный первый Г-класс. «Вместе мы с тобой в ответе за чудесное жилье, потому что на планете все твое и все мое. И пушистые снежинки, и река, и облака, и тропинки, и травинки, и вода из родника». Мультфильмы и рисунки, национальные костюмы, стихи и песни. Цель использования столь богатого набора изобразительных средств – донести до детей главную мысль. Люди Земли – одна большая семья. «Сейчас достаточно тяжелое время в нашей стране и в мире, и поэтому хочется обратить внимание на то, что мы должны быть более сплоченные, дружные более, воспринимать друг друга такими, какими мы есть. И я думаю, что сегодня нам для детей первого класса это удалось». Судя по всему, этот урок ребята усвоили на отлично. «Как по-твоему, как люди должны относиться друг к другу?» «По-доброму, хорошее отношение должно быть. Должны любить друг друга и дружить друг к другу. Хорошо должно относиться, как будто у нас в классе большая семья». Важность этого урока особенно становится понятна именно сейчас, в неспокойное время, и можно быть уверенным. Эти ребята, получая подобные небольшие прививки доброты, пронесут любовь к ближним через всю жизнь. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Помимо своей основной работы, она читает русские народные сказки, рассказывает про мюзиклы, делает передачи для подростков и множество других проектов. Сегодня в центре нашего внимания режиссер массовых представлений Дворца культуры «Видное» и автор цикла передач «Няня Нюша» Анна Бэйджи. Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами вновь я, Няня Нюша. История «Няня Нюша» началась два года назад, на заре пандемии коронавируса. Во время локдауна Анна Бэйджи, как и другие сотрудники Дворца культуры города «Видное», вынуждены были сидеть по домам и соблюдать режим самоизоляции. Но творческая натура требовала деятельности. Из подручных средств придумала образ «Няня Нюша» собирательный, вроде как и сказочница, в то же время не бабка старая, русская, настоящая женщина, которая источает любовь, заботу, нежность, ласку. Такая всемирная мама. Анна путем проб и ошибок научилась ставить свет, записывать качественные видео и звук, освоила основу монтажа. Готовые выпуски выкладывала в интернет на странице Дворца культуры в соцсетях. За это время их вышло уже более 500. У меня есть цель популяризировать «Няня Нюшу» для того, чтобы детям, пока они еще способны слушать и воспринимать детям, читать эти сказки. Сейчас у современных родителей нет на это времени. Локдаун закончился, да и маски недавно отменили. Но «Няня Нюша» до сих пор продолжает рассказывать детям и взрослым сказки. В центре внимания не только русское народное творчество, а ко дню народного единства. Каждый день в течение месяца Анна знакомила маленьких зрителей со сказками народов России. Каждый мой выпуск, он заканчивается каким-то добрым посылом, доброй мыслью. Я никогда не продумываю это заранее. Я всегда сажусь и прямо с листа читаю. Я не знаю, что там меня ждет в каждой книжке. И в конце, после прочитанного, я высказываю свои мысли. Но Анна Бэйджи успевает заниматься и другими проектами. Недавно, к примеру, стартовал цикл передач про мюзиклы. Мы вместе с Алексеем Франдетти рассказываем о мюзиклах структурированно от и до прямо. Вот такой ликбез для всех. И я при монтаже иллюстрирую то, о чем, например, Алексей рассказывает. Кстати, Анна не только рассказывает о мюзиклах, но и прекрасно их исполняет. На днях Анна прошла отборочный тур фестиваля мастер-мюзикла «Спев Арию Мамы Мортон» из всемирно известного Чикаго. 26 марта Анна отправится в Красногорск защищать честь Ленинского городского округа. Пожелаем ей удачи. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И снова ярмарка. В начале этой недели в Видном у кинотеатра «Искра» появилось более сотни павильонов. Продукты питания, одежда, товары для дома. Настроению покупателей благоварит по-настоящему весенняя погода. Среди посетителей оказалась и наша съемочная группа. О том, что можно купить, расскажет Юлия Багасьян. После зимы эта весенняя ярмарка отличается своим разнообразием. Кажется, здесь можно купить все, что душе угодно, на любой бюджет и вкус. В этот раз лучше товары, более, чем было как-то зимой, я приходила. Вообще не на что посмотреть. Сейчас много хороших товаров. Такое изобилие. Цены приемлемые. Все нормально, все свежее видно. Спасибо. Нравится? В этот раз львиная доля павильонов отведена одежде. Здесь женские и мужские вещи, нижнее белье, обувь, сумки, головные уборы. Широкий размерный ряд, доступные цены. Отдельное внимание покупателям стоит обратить на прилавки с товарами для детей. У нас вообще возрастная группа от нуля до шестнадцати. Ассортимент товара, производство. Есть в Беларуси много. Наша Россия, пожалуйста. Есть Турция, Польша. Кстати, остатки товара. Но неплохого качества. Так что приходите. Особенно в Беларуси. У нас вообще качество изумительное. Можно сказать. В основном в составе хлопок состоит. Так что будьте любезны. Мы вас всех, гостей, бросим к нам сюда на ярмарку. А еще большой ассортимент тапок. И вот такие валеные чувашские чуни. Есть очень интересные модели. Патриотические, с флагом России. В продуктовом отделе, который расположен ближе к кинотеатру «Искра», много свежих овощей и фруктов. Во время поста эти товары у посетителей ярмарки пользуются наибольшей популярностью. Цветную капусту, брокколи, кабачки. Хорошо. Вот это все хорошо идет. Огурчики. Мы цену держим. У нас, видите, цена дешевле всех. Мы стараемся. Вот я прям раз. И 250, и 220. Можно здесь купить гранатовый сок. Продукт, наполненный витаминами и полезный для укрепления иммунитета. Особенно переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в такое время, каждое утро один стакан утром, один стакан вечером надо попить. И без проблем ребенкам, детям тоже надо по маленькой стаканчику хотя бы давать, чтобы кровь. Каждый день наши свои покупатели идут по 3-4 штуки гранаты и соки покупают. Спасибо вам большое. Спасибо всем. У прилавков с мясной продукцией тоже людей немало. Здесь в основном товары белорусских производителей. Многие покупатели на ярмарку ходят специально, чтобы приобрести масло, сыры, колбасы у одного знакомого продавца. Давно распробовали, в качестве уверены. В ассортименте у нас мясные изделия, колбаса, сало, ребра копченые. Много чего. Тушеночки разные. Масло сливочное очень вкусное у нас. Очень нравится. Особенно масло мажется хорошо и вкусное. Вообще вкусное. И брала сколько раз сыр колбасный. Тоже очень нравится. А цены как? Нормально. На пенсию проживаем. Ярмарка продлится до воскресенья включительно. Работает она ежедневно с 9 утра и до 7 вечера. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.